здравствуйте заболевания и вредители ягодных кустарников отличаются от заболеваний и вредителей овощей поэтому мы поговорим о вот об этих вот заболеваниях и вредителях и начнем мы со смородины часто можно видеть на смородине вот такие вот утолщенные почки это говорит о том что в этих почках поселился клещ клещ выглядит вот так вот это микроскопическое животное микроскопическое насекомое которое внедряется в почку причем в одной почки может находиться до 300 клещей они высасывают все содержимое почки и растение засыхает и гибнет цикл их довольно таки быстрый за один сезон отрождается несколько поколений вот этих клещей и зимовать они уходят именно в почку поэтому когда мы осенью видим кусты смородины вот с такими круглыми крупными почками а их прям сразу видно это сигнал к тому что осенью нужно сделать обработку каким-то инсектицидом это может быть фуфанон это может быть карбофос и очень хороший препарат есть 30 плюс и если даже вы сделали обработку осенью то весной ранней весной до распускания листьев эту обработку нужно повторить потому что часть все равно перезимует этих вредителей и начнет свое черное дело с наступлением тепла также болеют смородина и стеклянница стеклянница это такая бабочка она не очень заметная но бывает так что вроде бы вот вот эта бабочка вот такая бывает так что вроде бы внешне куст здоровый но он начинает чахнуть он начинает пропадать ягоды мельчают засыхают листья а внешне такого вроде бы и повреждений никаких нет для того чтобы выяснить причину обязательно нужно срезать ветку и посмотреть какая у нее сердцевина потому что стеклянница откладывает свои личинки в внутри стебля она выедает сердцевину сердцевина становится черной и и растение не по не получает достаточного питания и обычно стеклянницу мы находим уже тогда когда видно что куст чахнет не каждый же раз будешь срезать ветку смородины смотреть есть там стеклянница или нет стеклянницу очень трудно истребить если куст поражен сильно тот куста придется избавиться если у вас очень хороший сорт и вы не хотите от него вы не хотите его потерять то тогда нарежьте черенков и укорените этот сорт но вылечить ее очень сложно она живет именно стебли и добраться до нее очень сложно профилактические меры также опрыскивание поздней осенью ранней весной фуфаноном карбофосом и вот таким препаратом как пропи плюс еще многие часто замечали что на листьях смородины начинает образовываться зеленый или красный красный пузыри это так называемый галловая тля а если листья зеленый тут просто галловая тля а если листья красный то называют ее красный галловая тля тля откладывает личинки под пластинку листа внутрь пластинки листа вот под верхнюю оболочку и когда яйца превращаются в личинки они начинают питаться образуются такие вздутие на листьях от вот от 3 от галловой тли очень трудно избавиться тоже из-за того что развитие личинок происходит внутри листа листья обрывают листья обязательно сжигают ни в коем босную кучу не в землю закапывать потому что это не приведет гибели вредителя и обязательно нужно убирать листовой опад из из-под смородины потому что там селится зимующие особи и опять-таки обработка обработка фуфаноном обработка пропи плюс и обработка карбофосом ранней весной и поздней осенью вот эти вот самые опасные самые распространенные вредители на смородины также на смородину может напасть бокальчатые тля зеленые тля но это не так опасно потому что эти колонии тлей очень быстро и хорошо уничтожаются биопрепаратами такими как битоксибацилин и липидоцит осматривайте обязательно свои растения на ваших участках будьте внимательны к их состоянию а наши советы надеюсь помогут вам избежать потери в ваших прекрасных и вкусных сортов смородины и